Ну давайте еще начнем. Первый вопрос. Это касается техники, да? Да. Ну что, основная техника, конечно, импортная, потому что в России практически не производится техника. Ни прицепная, ни тяговая, ни трактора, поэтому я так понимаю, что согласно курсу доллара как минимум все поднимется. Вот. Допустим, если вчера стоила даже советская запчасть на КАМАЗ 100 тысяч, сегодня стоит она уже 150 или 160, она так вот за день поднялась. Как будет дальше, конечно, непонятно. Ну да, если даже взять по курсу доллара, если нам будут поставки происходить, если они ограничат, то, конечно, все затраты вырастут, сходя из курса доллара. Еще закладывают, будут себе, наверное, риски сюда поставлять. Вот. Это вопрос касается запчастей. Поэтому мы, честно говоря, не знаем, насколько это все глубоко провалится и насколько глубоко доллар поднимется. Вот. И будет ли поставляться вообще запчасть. Ну, я бы сказал, что основная техника, основная, которая сегодня сеет, готовит почву там и все, это импортная техника, убирает там. Это вся импортная техника. Поэтому, конечно, тут неопределенность полная у нас по этой технике. Вот. Что касается, допустим, химии, да, сегодня, допустим, Байер приостановил продажу. То, что даже было предоплачено в ноябре, они говорят, теперь мы не успеваем вам его поставить. Вот часть гербицидов, они теперь застряли, поэтому вы уже не ждите ее на весну. То есть тут тоже, конечно, проблема. Вот. Я знаю, что с 1 марта практически все химические компании поднимают цену. Даже наши тоже август перестал продавать. Вот. И говорят, что цена будет поднята на какую сумму, на какой процент еще не говорят. То есть, конечно, затраты по весне и вообще очень сильно возрастут. Вот. Значит, следующий вопрос там какой был? По кредитованию. По кредитованию. Ну, по кредитованию мы слышали сегодня, подняли ставку с 9,5 до 20 процентов. Вот. Ставку Центробанка. Вот. Что с нами будет? Непонятно, конечно. Если мы будем брать кредиты по этой ставке, то там никаком развитии, конечно, говорить будет сложно. Ну, будет видно, что мы можем тут сделать. Ничего мы тут не можем сделать. Сложно все будет. Как говорится, наш целый год поршенами душили-душили. Теперь еще вот это испытание на наши плечи будут. Поэтому сложно сказать. Но это очень большая ставка. Это очень большая ставка. 20 процентов. Это практически. Тут же понимаете, теперь все выросло. И уже то, что надо было, на что надо было миллион, уже не хватит и два. Соответственно, уже не миллион брать кредит, а брать два миллиона. Ну, я образно говорю. Если надо было мне сто миллионов, теперь мне надо двести. А еще ставка высокая. То есть, ну, как будет так будет. Будем работать. А что нам остается? Будем работать, кормить людей, кормить страну, что можем, что нам, какой выход. Выхода нету никакого другого, наверное. И по экспорту, Александр Васильевич. Что касается экспорта? Ну, я скажу, как вот эта вся заваружка началась. Практически, тут было две причины. Первая причина. Наше зерно стало не конкурентоспособное против украинского. и практически с ноября месяца продать, что на экспорт было бесполезно. Я как мелкий такой, там, наноэкспортер, так сказать, сколько мы там продаем? 40 тысяч зерна, 30 тысяч зерна на экспорт. И практически мы никуда уже не проходили, потому что та же соседняя страна, вот, у них этих пошин нету, они могут сбросить ниже нас. Вот. Турки, они ждали, что мы еще сбросим ниже. Если, допустим, на российской пшенице стоило там 220, пишут, да, фуражная, 12,5 протеин, то мне предлагали вот буквально месяц назад на Азове или на Ростове, по Паразову, Ростову, там, 298 долларов. Отсюда еще минус пошина. Ну, а теперь еще, и море закрыли, да, еще море закрыли. Вот. Все говорили, что без нашей пшеницы мир не обойдется. Ну, как-то от России, насколько меньше, мы поставили пшеницу на экспорт. Ну, как-то все обходятся. Тут, конечно, такой вопрос. Ну, надеемся мы, что и море откроют, кто-то же будет покупать, что-то же будем продавать. Вот. По подсолнечному маслу тоже не я, не знаю, что будет. Его и держать вечно нельзя, подсолнечник. Потому что она продавать, надо что-то покупать. Кроме того, он еще, почему нельзя держать? Потому что он повысит свою кислотность. Тоже надо продавать. Цену на семечку никто не поднимает, но она составляющая, чтобы вырастить новую. Сегодня сильно, мало того, что возросло оно осенью за счет удобрения, за счет семян, горючего и прочего. И химия. Сейчас она еще раз все возрастает, еще раз возрастает. В разы. То есть, ну, так что по экспорту пока что спроса никакого. Сейчас, по идее, это все замерло и все в каком-то ожидании. Вот. Куда дальше оно все пойдет? Экспорт. Будет ли он вообще экспорт? Интересный же вопрос. Будет ли он вообще? Ну, первое, что я могу сказать по поводу, как повлияет. Ну, на нас повлияет то, что сегодня неопределенный курс и на который уже у нас ориентируется каждый фермер, к сожалению. Я понимаю, что курс это далеко не цена в амбаре. Поэтому сегодня курс подрос и уже не сговоришься с нашими сельхозтовропроизводителями, что в амбаре должна быть цена вчерашнего дня. Ведь на рынке и на полке она далеко не скоро изменится. А колхозники хотят прям вот сию минуту, как только курс вырос, чтобы у них поднялась цена. Это первое. Второе, мы говорим за модернизацию. Приехав, допустим, с Дубая, Шанхая и с Каира, мы привезли такой пакет, невиданный пакет документов, в принципе, заявок, по которым мы уже начали отрабатывать. И мы понимаем, что нужна модернизация, совершенствование и увеличение объемов. Для чего мы уже в январе месяце заключили контракт с той же турецкой фирмы, которая завод нам поставила, чечевичный, выписали мельницу, провели уже реконструкцию своего здания под эту мельницу. Ну и сегодня надо понимать, что вот у нас 28-го должна быть была оплата, то есть сегодняшний день, чтобы уже в начале месяца была к нам отгрузка, причем автоотгрузка с Турции. Ну и сегодня мы попытались оплатить, и нам оборудование обходится почти на 50% дешевле, чем нам того хотелось бы. Более того. Не дешевле, а дороже, наверное. Да, дороже, конечно. То есть то, на что мы рассчитывали сегодня увеличить свои уборки наш объем выпускаемой продукции и производственной мощности позволяют у нас складские помещения и так далее разместить. Ну и плюс наша реконструкция проведенная вот до января полгода мы ее делали. Сегодня вот сложившаяся ситуация не позволяет эти средства. Заявленный кредит, который мы заявили в конце января, он никак не рассматривается, потому что на сегодняшний день Минсельхоз не установил еще льготную ставку кредитования. И если нам кредит одобрен и в четверг уже в этот будет кредитный комитет, который только чисто формально одобрит нам его, то процентной ставки по сей день нет. И оптимизм на то, что она может быть на уровне прошлого года, у нас уже такого оптимизма нет, потому что сегодня полетела кредитная ставка, вернее, ставка Центробанка поднялась и явно, что уже уровня прошлого года льготного кредитования нам тоже ожидать не приходится. Вы имеете ввиду 5% прошлогодних, да? Да, если они, конечно, будут, то, в принципе, было бы, конечно, идеально, и мы бы без заморочек начали работать сегодня по тем пакетам заявочным, которые мы привезли. Радует, что вот сегодня пришло первое письмо от шейха, у которого мы побывали непосредственно в Дубае, пишет, что выражает сочувствие подрыве небольшой экономической ситуации в стране, пишет, что надеемся, что это временное явление, готовы сотрудничеств, восхищены качеством вашей продукции и ждем скорейшего предложения. То есть люди абсолютно не напуганы тем, что у нас случилось, и вот три заявки и Ордания, Пакистан и Дубай сегодня нам, ну как бы зная нашу ситуацию, отправили нам заявки и сегодня и Роспотребнадзор, и наши логисты подтвердили, что никаких ограничений нет, и мы можем уже работать по этим заявкам, но логистика просчитывается в долларовом и в валенте, да, и соответственно удорожание прям значительное проходит услуги по доставке, растамаживанию и так далее, и так далее, вот эти услуги нам прям прилично сейчас увеличат стоимость продукта, на что может наш партнер не пойти, потому что предварительно мы уже оговаривали стоимость, единственное, хитрят у нас чехи, ну и тут даже Армения сейчас подключилась к тому, что курс доллара у нас повысился, видите ли, уменьшайте в евро стоимость, мы пытаемся им объяснить, что курс евро ваш это ваш, а наш это наш, поэтому считать они пересчитывают сегодня и пытаются на понижение в евровалюте выйти на контракты, на что мы пока конечно не идем, ну и не то, что резко удвоилось ценник сразу мелочи, Николай Васильевич, казалось бы мелочи, мешок, который стоил 13 рублей, сегодня меньше 20 не купить, потому что российского слава богу у нас нет мешка, а также пленка, упаковочная пленка, которая стоила 380-420 рублей килограмм, сегодня далеко за 600 уже вот сегодня цена, которую мы успели уже как бы у поставщиков оговорить, ну а запчасти и все прочее настолько полетело, мы вот в пятницу выписали счет на машину там 7-местную подобрали для доставки, для подвоза рабочих, сегодня поехали на уже полтора миллиона, как лада наша обыкновенная, а даже наша и вот она как бы повлияла так цена, поэтому конечно мы своей рентабельностью никогда не догоним тот рост курса и ценника на затраты, которые сейчас на издержки, которые лягут, ну и не успели, если мы когда-то чечевичный завод успели прикупить до повышения курса, то вот к сожалению мельница и комплектующая по увеличению мощности чечевичного завода мы сегодня должны были оплатить, мы собрали эти денежки, они у нас сейчас лежат на расчетном счете в Россельхозбанке и мы сегодня утром заявляем ей, что по какой цене вы нам доллар же надо было купить в Россельхозбанке, 153 рубля, ничего себе, вот такой был курс продажи утром, а то купить доллар она у нас может только по 93, ну вот разгон, вилка колоссальная, просто сумасшедшая, поэтому сегодня и рассчитывать на то, что мы отправим продукцию, получим доллары по контракту, и если эта вилка сохранится между коммерческим, коммерческая вилка в Россельхозбанке, ну и Центринвестия также, то, конечно, мы никак не выкрутимся, ну а если разум победит, то может быть. Любовь Адина, а что касается перечисления денег Турции, то пока все нормально, можно перечислить. Сельхозбанк однозначно сказал мне сейчас, что прекращены все валютные операции до особого распоряжения, это вот буквально полчаса назад говорила. А Центринвест сейчас сказал никаких ограничений, пожалуйста, валюта приходит и будет уходить, конвертация будет по биржевому курсу. Ясно, ясно, то есть можно выбрать банк, с которым можно работать, ясно, ясно. Главное, будем ориентироваться на несанкционные банки, потому что Россельхозбанк почему-то боится, может быть, там уже какое-то подспудное у них тоже идет, все-таки это ничего-то опасается. А Центринвест пока нам не дал запретов, так же, как и Роспотребнадзор, сказал, никаких ограничений, фитосамберные, карантины, как работали в таком режиме будем работать. Ясно. Любовь Дмитриевна, спасибо за комментарий, за свои наблюдения. Значит, товарищи, друзья, коллеги, вопрос очень актуальный. Да. Дело в том, что я четыре дня не спал и изучал, так сказать, все эти экономические обстоятельства, в которые мы попадаем по разным причинам. И, естественно, мы волновались. И когда сегодня вот я пришел на работу, то первая мысль была увеличить цены на товары в два раза. Вот так. потом постепенно мы посовещались и начали анализировать, что происходит в связи с тем, что те санкции, которые мы ожидаем, а мы их еще не получили, но мы их ожидаем, будут на нас действовать. Первое. Значит, насколько я понимаю, есть три момента, касающиеся нашего предприятия и сельхозтехники. Первое. Это то, что будут ограничены закупки в связи с чистой логистикой. Вот. Мы с этим уже столкнулись с Польшей. Раз. Второе. В связи с тем, что доллар неизвестно куда пойдет по разным оценкам, там разные оценки, но ясно, что не вниз. Вот. Это второе. И третье. Значит, это новые технологии, которые могут быть применяться или не применяться. Что касается нашей продукции, которую мы производим, это опрыскиватели, это разбрасыватели, это мы выпускаем опрыскиватели для сада специфические такие с вентиляторами и так далее. Вот. Бороны. Вот примерно основная наша продукция, то она базируется в основном на импортных вещах, такие как насосы итальянские или польские, распылители итальянские или польские и так далее, и так далее. Вот. В составе изделия, например, самый ходовой опрыскиватель ценой 500 тысяч рублей, значит, импортные детали, их стоимость составляет не менее одной трети. отсюда простая арифметика Пупкина с картинками. Если мы предположим, мы же не знаем, что доллар посыпется, рубль посыпется в два раза, значит, соответственно, одна третья часть нашей цены увеличится как минимум в два раза. Вот. Отсюда подорожание будет на 12, там, на 15% минимум, да? одна на 15%. В принципе, это незаметно будет. Незаметно, потому что мы, производители, заинтересованы будем в сбыте и будем держать нижнюю планку, ну, те обстоятельства, в которые мы попали. Вот. Ожидается подорожание черного металла, ну, мы скажем так, что сегодня 105 тысяч за тонну, а перед выходными было 95, да? Да, 95. То это незначительное подорожание, это, в общем-то, в рамках приличия для весны. Вот. Поэтому ничего радикального пока такого по опрыскивателям, по боронам, чтобы там три раза, два раза мы не ожидаем повышения цены. Я, откровенно говоря, до 30%, думаю, за месяц она все-таки возрастет. Отсюда ожидаемая цена опрыскивателя бюджетного без компьютера, мы, кстати, сейчас и компьютер ставим уже, без компьютера, цена его будет порядка 650 тысяч, дай бог нам всем здоровья. Ясно, ясно. Да, вот сейчас мои товарищи подскажут, может, я в чем-то ошибаюсь? Да нет, мы так примерно и планируем свои действия на ближайшее время. Самое главное, чтобы были запасы комплектующих у поставщиков или у нас, чтобы не поломалась логистика сейчас, самое главное. Ну, вот сегодня мы столкнулись, что насосы, гидроцилиндры, которые мы берем в Бердянске на Украине, и оплатили мы, и наш посредник оплатил, и все как бы оплатили, машина перед выездом, то есть, а их нету, и неизвестно, что будет. Перевозчик отказался. Да, а то, что лежало на складе, мы два цилиндра всего сумели купить, вместо предыдущей цены сколько? 4,5. Было 4,5, а 9, 500 нам назначили, и мы с радостью купили. Вот так, в два раза. Такая история, да. Что касается, Николай Васильевич, ну, в нашей продукции попроще, вороны, то здесь я не думаю, что что-то будет радикальное. Все это металл, да, придется, конечно, процентов на цене изделия повышать 5-7 до 10 процентов на инфляцию по зарплате. Ясно. Ну, во всей продукции говорить не будем, да, у нас много чего. В строительстве, вот ангаров, это будет всем интересно. Да. Сейчас. Ну, сегодня заказчик отказался в связи с тем, что опасается, что отключат и он не сможет экспортировать свой продукт. Не, я имею в виду не заказчик, а у кого он покупает. А, ну, основная нагрузка при формировании цены по договору по ангару это стоимость цинкового металла. Да. Его рост, конечно, будет, нам уже сказали, порядок. мы видим сейчас, вот сегодня выросла на ориентировочно, ну, нам озвучили торгующие организации 122 тысячи, а в прошлом месяце стоимость была 106 тысяч. Подорожание цинка, и это мы говорим, дай бог, чтобы так было. И это еще хорошая цена. Мы предполагали будет дороже с учетом текущей ситуации. Поэтому цена за квадратный метр у нас была в среднем 5500, да? 5400, 5300. Ну, к 6 подойдем, тоже это очень хорошо. Ну, в общем-то, нас это не пугает, потому что жизнь так устроена, что эти вещи качели периодически мы видим, и подорожание будет сельхозпродукцией, никуда она не денется. Напечатают побольше денег, и все будет хорошо. Ясно. Ясно. С кредитами вы не связаны, не пользуются? Да, мы с кредитами стараемся не работать. Иногда даже сами раньше как бы строительство кредитовали, но сейчас тоже ограничиваем все это дело, потому что непонятны перспективы. Что касается экспорта, ну, это в основном, наверное, пшеница и прочих дел, наверное, экспорт, да? Продукции. Да, мы о сельском хозяйстве говорим, о сельхозпродукции, естественно, да. Вот так вот. Так что сегодня провел совещание, людей собрал в офис, говорю, что надо от политики уходить, в каком плане, ну, все же озабочены ситуацией, вот, поэтому говорю, давайте так, на работе только об экономике, о производстве, никакой политике, забыли, иначе мы все останемся без штанов. Люди работают, конечно, все о таком пессимистически настроенном настроении, но работаем, все хорошо. Ясно, ясно. Спасибо вам за комментарий, успехов вашей компании. Там еще, знаете, маленький, Николай Алексеевич, такая возможность, маленький момент, не рекламный, а чисто, ну, как вам сказать, технологический момент. Дело в том, что в связи с дорожанием, особенно, мы столкнулись с хим, препаратами, при опрыскивании, всякие там гербициды, существенно, да, и удобрение, вы знаете, сильно возросла стоимость. Вот сейчас и наше предприятие, и как раз есть возможность уделять внимание точному земледелию, что мы и делаем. В опрыскивателях мы внедрили уже компьютерную систему, которая 2% отдает всего погрешность движения. Вот, ну, и работаем дальше. Продолжение следует.